Школы Республики готовятся к новому учебному году. Более 200 учебных заведений уже прошли экзамен. На этой неделе там побывали специалисты Роспотребнадзора и МЧС. Ремонт во всех образовательных учреждениях должен завершиться до 15 августа. Министр образования и молодежной политики сегодня приехал с проверкой в школы Ядринского района. Дмитрий Квалев продолжит тему. В кабинетах непривычно тихо и пахнет свежей краской. Ремонт во второй Ядринской школе в самом разгаре. Это здание нуждалось давно в капитальной реконструкции. Оно было возведено в начале 80-х годов на месте сгоревшей деревянной школы. Строили его явно наспех. Крыша здесь протекает постоянно. В кабинетах из-за прогнивших оконных рам гуляет ветер. Для начала учебного года планируют установить новые стеклопакеты и заменить кровлю. Марафет внутри помещений уже успели навести. Поменяли линолеум в двух классах. Сейчас планируется еще в этом классе поменять линолеум. Туда включаются именно полностью капитальный ремонт и потолков, и стен, и пола, и лаборантские помещения. Обедать ученики теперь будут не хуже, чем в ресторане. В школьной столовой заменили все оборудование. Новые плитки и холодильные камеры занимают меньше места и готовят на них удобнее в разы. До начала учебного года планируют модернизировать пищеблоки многих школ. На то, чтобы подготовить школу к новому учебному году из бюджета республики было выделено более 1 миллиарда рублей. А на четвертая часть из этого пирога, то есть 250 миллионов, направляется на капитальный ремонт и покраску стен в кабинетах. Но львиная доля из этой суммы 590 миллионов предусмотрена для покупки нового оборудования и школьных автобусов. В школах, где капитальный ремонт не проводили давно, в этом году его дождались. Где-то повара привыкают к новым пищеблокам, где-то учителя осваивают современные компьютеры и мультимедийные установки. Но заботятся о власти республики не только о комфорте и модернизации. Подготовка к школу к учебному году – это не только, конечно же, ремонт. Это очень важно, чтобы содержание учебного процесса обеспечить соответствующей учебной литературой. И здесь, в этом году, к первому сентября, мы всех деток наших обеспечим бесплатными учебниками. Начиная с первого по одиннадцатый класс. Хачашевская школа уже готова к новому учебному году. Качество ремонта министр образования оценил на отлично. Владимир Иванов когда-то и сам получал с десятистат. Недавно школе исполнилось 150 лет. Но, несмотря на такой почтенный возраст, учебное заведение не изменяет своим традициям. Школа всегда, во все время, наславилась, славилась своими выпускниками, а особенно славилась учителями. Поэтому вот эти традиции, наверное, гораздо важнее. Но здесь, вы знаете, традиции самого колхоза, тоже Аркадий Павлович, то, что формировал отношения к природе, сказывалось на детях. Компьютеры в каждом классе, просторный спортивный зал. Недавно в школе появился и медицинский кабинет. У врача под рукой все необходимое. Лекарства, бинты и шприцы. В этом году нам выдали холодильник, набор для скорой медицинской помощи и столик для прививок. То есть, это все необходимо для того, чтобы наши дети были здоровыми. Школьный двор благоустраивают и сами ученики. Детскому творчеству нет предела. Неподалеку от школы появились ухоженные клумбы и фигуры животных. Ребята их сделали из того, что обычно люди выбрасывают на свалку. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.